Здравствуйте! Какая была хорошая традиция в небольших губернских городах проводить творческие встречи в домах культуры, в театрах с актерами, режиссерами, общественными деятелями, людьми, у которых есть что рассказать, а нам, зрителям, любопытно было бы узнать. Теперь приезды в Архангельск известных на всю страну людей, заявивших о себе в мире искусства, крайне редки. Тем приятнее встречать у нас в студии заслуженную артистку России, депутата Государственной Думы Российской Федерации, первого заместителя председателя Думского комитета по культуре, члена правительственной комиссии по делам ЮНЕСКО Елену Григорьевну Дропека. Здравствуйте, Елена Григорьевна! Здравствуйте! Мы записываем передачу ранним утром. Вы недавно приехали в Архангельск, и впереди у вас много встречи, общения. Вы много встречаетесь с людьми. Что вам дают эти встречи? Я очень много встречаюсь с людьми. В основном встречаюсь теперь уже как депутат Государственной Думы. Я отвечаю за северо-западную территорию России, поэтому Ленинградская область, Псковская. Мы тоже для вас родные. Да, вы тоже для меня родные. Это 16 регионов. Поэтому я и в Архангельске, как вы знаете, бывала не один раз. Что дают? Во-первых, депутаты — это представитель народа. Поэтому для того, чтобы представлять интересы народа, надо эти интересы знать. Вот мы обсуждаем с людьми, что у них, какие у них проблемы, что болит, какие они дают нам наказы, какие проблемы можно решить на местном уровне, а какие приходится решать на уровне государственном. Но это и по работе получается, да? Я и по работе, да, и по работе, и по-человечески мне это очень интересно. Ну и, конечно, каждый раз меня спрашивают о моей творческой судьбе, потому что я все-таки актриса кино и актриса действующая. И не только, так сказать, прошлые мои победы, но я могу рассказать и о новых фильмах. Да, мы об этом тоже поговорим, с вашего позволения. Ну что, я тоже не буду вас удивлять, буду традиционной. Ваша первая звездная роль, которую, наверное, до сих пор вопросы эти задают. Ну да, это фильм «Азори здесь тихие» и роль Лизы Бричкиной, которая в болоте утопла. Да, конечно, задают обязательно, тем более, что фильму исполнилось 40 лет. Юбилей. У фильма юбилей. По этому поводу мы все вместе собирались, все исполнители, встречались. Я вот только что была в Карелии. Первый канал телевидения готовит большой документальный фильм. А всех, кто участвовал в съемках этого фильма, я вместе с Первым каналом вот выезжала, даже то болото нашли, в котором я утопилась-то. Вспомнили? Были какие-то ассоциации? Ну, с болотом ничего не случилось. Вот как оно было 40 лет назад? Точно такое же, с такими же корягами. А свои ощущения? Ну, конечно, знаете, с одной стороны, грустно, потому что, ну, все-таки прошла целая жизнь. А с другой стороны, я очень рада, что фильм пережил свое время. Вот посмотрите, ведь прошло 40 лет, а до сих пор зрители признают этот фильм одним из лучших фильмов о войне всех времен. «Сразу видно, бывалый ты человек, боец Бричкина. Толково устроилась и крякаешь хорошо. Ничего не заметила». «Тихо пока». «Ты все примечай, Лизавета. Кусты, где не шелохнутся ли, птицы не шевуршатся ли. Человек-то лесной, ты все понимаешь. Хорошо-то как». «Будто и войны нету». «Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлешь ты мне привет? Что ж ты дроля не поешь? Аль твой дроля не пригошь?» «Прибаутка была в наших краях такая». «А вы здешний, товарищ Старшина?» «Служил здесь. Долго». «А у нас споют?» «После споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ и споем». Тема-то ведь вечная, да? Но вот вы считаете, сегодняшние 20-летние молодые, они так же воспринимают эту тему? Они понимают этот фильм? «Фильм понимают. Фильм понимают не только наши, но и за рубежом. Ведь фильм весь мир объехал. Он имеет номинацион Оскара Американской Академии Киноискусства. Это очень редкая награда. И он очень человеческий. Это ведь фильм не о войне. Это фильм о людях. Причем о людях молодых, которые поставлены вот в эти ужасные условия войны. И поскольку мы страна, Россия все-таки воюющая страна. Вы подумайте, у нас ведь трех лет нет, чтобы чего-нибудь не было какой-нибудь заварухи. То у нас Афганистан, то у нас Чечня, то у нас там Северный Кавказ и все эти, значит, спецоперации. Поэтому любой может оказаться в ситуации, в которой оказались наши героини. Да, вы правы, да. А вы когда начали сниматься, первый фильм, а сколько вам было лет? Мне тогда было 19 лет, и я училась на втором курсе Ленинградского театрального института. Мы все были очень молоды. И вы сразу поняли, что кино – это ваш путь? Нет, я готовилась быть театральной актрисой. Просто вот так случилось, что сразу после фильма «Азорь и здесь тихий» меня стали приглашать сниматься в кино очень много. И у меня уже было не до театра. В театре я поработала немножко позже уже, когда появилось имя. И меня приглашали на, как это называется, красной строкой, на конкретные роли. Я работала в театре Ленинского комсомола, в театре Ленинсовета несколько сезонов. Так что попробовала. А в 2000-х были такие вот серьезные или по масштабу равные роли для вас? В 2000-х нет. Нет, это было время очень трудное, когда вообще наш кинематограф практически погибал. И только благодаря тому, что принят был закон о национальной поддержке кинематографии, наше кино выжило. Этот закон мы совершенствуем до сих пор. И вот благодаря ему государство начало финансировать и поддерживать национальное кино. Сегодня это один из таких очень больных вопросов. Вот сегодня в Государственной Думе рассматривается мой закон о запрете пиратского скачивания в интернете. Вы не представляете, какой шум поднялся по поводу этого закона. То есть можно что-то сделать? Можно, конечно, если есть политическая воля, если есть понимание проблемы. Вот я надеюсь, что сегодня мои коллеги примут этот закон во втором и третьем чтении. И будем надеяться, президент его подпишет. И уже к осени мы сможем защитить права хотя бы наших авторов-кинематографистов. Хотя в такой же ситуации все остальные. И художники, и писатели, и певцы, и музыканты. Получается, что по масштабу такой роли у вас больше не было? К сожалению, нет. К сожалению, нет. Хотя я снималась в «Бандитском Петербурге». Вот помните этот сериал. Снялась в последнее время в фильме. Вот был у меня фильм Хусейна Иркенова «Залезть на луну», где я играла мать 13 детей. Потом у того же Хусейна Иркенова еще в одной картине снялась. Потом я снялась в фильме вот «К 150-летию» Антона Павловича Чехова. Прелестная картина «Смерть в Минсне» или «Наш Чехов». Потом был фильм вот этого года уже. Он называется «Женский день». Так что, в общем, я все время снимаюсь. Но масштаб размышлений кинематографистов о жизни, он стал какой-то узкий и мелкий. Вот нет сценария, нет автора. А когда разговариваешь с самими режиссерами, с авторами, они говорят, вы знаете, это сегодня не пользуется спросом. А телевизионные каналы говорят, что это для них не формат. А для телевизионных каналов формат – это сериалы? Это сериалы, причем облегченные. Понимаете, такие, чтобы можно было бутерброд жевать, так сказать, домашние дела делать. Предлагаешь ли, какие роли предлагаешь? Я не хочу. Потом в сериалах я не могу сниматься. Это, как правило, каждый день в течение многих месяцев. А у меня работа в Государственной Думе. Это ведь постоянная моя работа. Надо же приглядывать за властью. Действительно. Наверное, самый болезненный вопрос – это заработная плата работников культуры. Да. Еще какие проблемы вам? Вопросы приходится решать и лично, и как заместитель председателя. Ну вот, сейчас я проверяю вместе с нашим полномоченным президентом у нас в Петербурге, наш федеральный центр. Мы приняли решение, что депутаты должны отследить исполнение указов президента о повышении заработной платы бюджетников. К сожалению, по Архангельской области я обнаружила, что ожидаемая прибавка – 300 рублей всего. Она, конечно, не достаточна. Никаких 15% заработной платы у нас не получится, потому что это проблема. И проблему эту надо решать, наверное, и за счет внутренних резервов области, и за счет субвенции из федерального центра. Вот этим, в принципе, мы и занимаемся. Вторая проблема в культуре – это то, что мы год назад перевели все социальные учреждения страны на другую систему финансирования. Так называемый 83-й закон создали вот эти бюджетные учреждения. И стали давать государственные заказы. Вот по Петербургу я обнаружила, что сумма государством оплаченных услуг оказалось на 300 миллионов меньше для культуры, чем в предыдущий год было сметное финансирование. Это было прямое нарушение закона, поэтому мы обратились в прокуратуру. И мы, в общем, через законодательное собрание, через нашу фракцию, заставили правительство вернуть эти 300 миллионов нашей культуре. И при пересмотре бюджета, вот сейчас, июньском, эти деньги в культуру вернулись. Именно на повышение заработной платы. Это вы говорите о Санкт-Петербурге. Я говорю о Санкт-Петербурге. Вот сейчас я приехала в Архангельск, и надо смотреть, как происходит здесь. Почему сегодня не выполняется указ? То есть в каждом регионе... Свои причины и свои, в общем, рецепты. Понимаете? Без вмешательства депутата Государственной Думы ничего не получается. Нет, наверное, получается просто. Для чего депутаты-то? Вот для этого мы как бы око государева. Мы смотрим за тем, как исполняется законодательство. Ведь при принятии закона была специально вписана норма, что не может быть финансирование меньше, чем было. У нас получается иногда, что делают вид, что прибавляют зарплату, делают перерасчет, а в результате на руки человек получает не больше, а меньше. Да, и сильно удивляется. И сильно удивляется, что же это такое за повышение зарплаты. И вот в этой ситуации мы тоже начинаем разбираться. И это касается и увеличения комплектования, денег на комплектование библиотек, допустим, на подключение их к интернету. Это касается вообще расходов на новые постановки в театре. Это тоже должно быть все. Это такая бюджетная роспись. Депутаты ведь утверждают при принятии бюджета, утверждают общую сумму, которую мы даем. А дальше исполнительная власть делает уже как бы поименный список. Сколько и кому и чего. Престиж российского кино сейчас возрастает? Ну, качество кино, конечно, стало лучше по сравнению с 90-ми годами. Там уж совсем был бредишник. Но мы большие претензии предъявляем к нашим художникам. Все-таки мы выделяем очень большие деньги на поддержку кинематографии. А качество фильмов пока не соответствует нашим ожиданиям. Ну, как сказать, они не то чтобы плохо снятые. Они качественные с точки зрения технологий. Но души в них нет. Ну, Илья Жюльна, это ведь очень субъективное восприятие. А судьи кто? Ведь это же авторские. Наверное, но судьи это наши зрители. Зрители, как правило, голосуют ногами. Либо покупают билеты, либо не покупают. Но зритель голосует за мелодраму. Да, это очень хороший жанр. Очень душевный. Вот у меня была мелодрама «Безотцовщина». А за Сокурова не голосует зритель? Ну, Сокуров нужен для развития кинематографии. Он нужен для того, чтобы вперед двигалось искусство. И в свое время директор киностудии «Мосфильм», замечательный СИЗОВ Николай Трофимович сказал, «Мосфильм» может потянуть одного Тарковского. Десять Тарковских мы потянуть не можем. Потому что работаем для людей. Понимаете, да? Тарковского понимают и смотрят, ну, какой-то процент профессионалов, интеллигенции, конечно, нужен. Иначе мы остановим развитие. Так же, как нужна фундаментальная наука, которая в каждый день в жизни, так сказать, она нам не нужна, но она двигает наше человечество вперед и опосредованно изменяет нашу жизнь. Так же нам нужно и высокое искусство. Но в массе своей мы все-таки хотим, чтобы кинематографисты разговаривали на понятном нам языке. И о том, что нас волнует, зрителей, тогда мы будем любить героев, тогда мы будем сочувствовать бедам их. Понимаете? Ну, все-таки не примитивным языком хочется А зачем же примитивным? Вы хотите сказать, что фильмы Бондарчука примитивные? Нет. Я не беру такие величины. Герасимов, Ростоцкий, Куледжанов – это великие имена прошлого, фильмы которых до сих пор мы смотрим. Я говорю про нынешний кинематограф. И нынешний кинематограф тоже бывают неплохие фильмы, даже сериалы неплохие. Я вот недавно посмотрела эти небесные, как они, ласточки, про девочек-летчиц. Очень приличное кино. Потом был сериал тоже про мужчин-летчиков. Ну, тоже ничего, понимаете? Но в этом не было душевного какого-то подъема, что ли. Знаете? Ну, не трогает сердце. Может быть, мы стали более жесткие. Хотя нет, вот старое-то кино трогает. Значит, потеряли они какой-то секрет доступа к нашей душе, наши режиссеры. И об этом мы как раз говорили. Вот сейчас было 90 лет Ленфильму, который снимал Чапаева, Гамлета. Много замечательных фильмов. А сегодня, к сожалению, ничего такого произвести не может. И мы разговаривали с режиссерами об этом. О том, что это их беда. Их беда. Что они перестали понимать свой народ. А какие вы видите пути, решения, может быть, не решения, какие-то движения? Надо... Ну, я не знаю. Раньше у нас были такие творческие командировки. Мы ведь, ну как, в баре «Дома кино» проблемы, настоящие проблемы жизненные не узнаешь. Нужно ехать к людям. Вот, собственно, с чего мы и начали. И смотреть, как они живут. Как живут в маленьких городках, как живут в селах, как живет провинция, чем она живет, что у них болит, о чем они думают. Вот если отзвуки, как бы, этих переживаний будут на экране, то люди подтянутся к экрану, потому что все-таки кино, театр – это способ получить ответ на главные вопросы жизни. Как жить? Как вот в сегодняшней жизни остаться человеком? Как достойно воспитать своих детей? Какие идеалы сегодня для нашего общества главные? Ну, не может быть идеалом зарабатывания денег. Понимаете? Это же не идеал. То есть вы считаете, кино должно учить? Не учить, а разговаривать, размышлять вместе. Так же, как, в общем, все искусство, как литература, как живопись. Они должны размышлять. Они, собственно, для этого и придуманы человечеством. Вы полностью погрузились в общественную деятельность? Или хватает сил? На что? Возможности, и вот на съемки все равно снимаетесь, да? Ну, редко, редко, да. Снимаюсь. Но вот в этом году снялась кинокомедия. И сейчас вот веду переговоры с одной международной компанией. Если получится, то, может быть, поснимаюсь. То есть еще есть и энергия, и силы, и время? Ну, конечно, да. Но это уже, как вам сказать, это мои личные радости, будем говорить, да? А так, конечно, с утра до вечера письма избирателей, совещания, заседания, законы. И я очень счастлива, когда у меня что-то получается. И люди пишут, что спасибо вам, Лена Григорьевна, вот мы, значит, проблему нашу решили. Вы органично влились и в Государственную Думу, и в депутатство. А вообще зачем человек публичный, творческий идет во власть? В политику? Ну, Государственную Думу трудно назвать властью. Это представительство, а не власть. Но представительство, имеющее некие рычаги влияния на ситуацию. Потому что мы можем, так сказать, написать в законе что-то, изменить в законе что-то, убедить правительство. То есть есть какие-то ресурсы влияния. А почему я пошла? Ну, как-то меня выбирают. Вот уже четвертый созыв. Мои коллеги, мои товарищи и граждане, по полмиллиона человек голосуют за меня на выборах. Я уже четвертый созыв работаю. До этого я была членом Центрального комитета профсоюза, нашего работников культуры. И занималась там охраной труда, и цирками, и библиотеками. Мы чуть не добились, еще при советской власти, чтобы библиотекарям давали молоко за вредность, как шахтерам. Потому что наше профессиональное заболевание у библиотекарей силикоз. Книжная пыль забивается в легкие. И мы это доказали с помощью медиков. И если бы не перестройка, наверное, нам бы удалось и это тоже решить. Мы повышали заработную плату. То есть я там научилась, научилась разговаривать с государственной машиной. Это такое довольно специальное дело. Писать и читать государственные документы. Нет, наверное, каждый может научиться, но не каждый хочет. У меня получилось. Я была вице-президентом гильдии актеров кино Советского Союза. И мы тогда занимались договорами, зарплатами, охраной труда и много чем. То есть этим я занималась на общественных началах, помимо своей основной актерской работы. А, кстати, у вас получается совмещать? Или вам что-то дает политическая деятельность для актерской? И наоборот, такое взаимодействие? Есть взаимопроникновение? Наверное, есть. Потому что как актриса я изучаю жизнь. Ведь вокруг Государственной Думы очень много всяких интересных личностей. Наблюдаете, да? Наблюдается, да. Такие персонажи и для комедии, и для трагедии годятся. Списываете? Да, но приглядываю. Да, приглядываю. Так же, как я смотрю в жизни и на встречах со зрителями, во время разговоров с людьми, я чего-то там наблюдаю для того, чтобы потом мои персонажи, которые я играю, были похожи на жизнь. Ну и как актриса, ну, наверное, у меня есть дар убеждать начальников. И потом еще ни один чиновник не сказал мне, что он меня не хочет видеть. Когда я звоню и говорю, что мне нужно встретиться по какому-то вопросу, то и чиновникам тоже интересно посмотреть на артистку. Можете себе представить, да? И, как правило, все там и прокуратура, и милиция, с которой часто приходится общаться, и министры всяких там отраслей, там министр связи, министр регионального развития, как правило, меня принимают с моими проблемами. И мне удается их убедить в том, что вот вариант, который мы предлагаем для решения, что он наилучший. Вопросов еще могло бы быть больше, а, к сожалению, ограничены и вы. Во времени возглючения несколько коротких вопросов. Вы давно не были на родине, в Уральске? Давно не была. Но недавно отправила в местный музей свой портрет. Мне подарили портрет художники, и я подарила, значит, местному музею, потому что они собирают своих, вот как бы, тех, кто родился в Уральске. В Уральске я прожила два месяца, а потом меня уже увезли. А тогда что вы считаете своей родиной? Какой город? Петербург. Я выросла в Царском селе, в Пушкине. Там, где лицеи, там где... Красоте. Да, красота. Я занималась в летобъединении, там начала заниматься театральной деятельностью. Какие качества характера вы бы назвали вот самыми отличительными в своей личности? Самыми характерными? Ну, наверное, умение обучаться. Я все время чему-то учусь. Это вот такое развитие личности, это дает очень хороший результат. Так сказать, водить машину, говорить на иностранных языках, я не знаю, там... В тренде вы, да, Елена Григорьевна? Да, в современные технологии осваиваю все эти компьютерные, так сказать, айпады, айфоны. Вот это все я умею. Начнив все сначала и стоя перед выбором, вы бы все сделали так же или что-то бы изменили? Ну, конечно, что-то бы я изменила. Наверное, в личной жизни. Может быть, я не была бы такая решительная, понимаете? Мужчины боятся и не любят, когда женщина умнее. И мне всегда мои подружки говорили, Лен, ты умная, но не мудрая. А мне кажется, наоборот. Спасибо, Елена Григорьевна. Пожелать вам стоит, конечно, сил, терпения. И вот как раз той женской мудрости, по-моему, у вас ее на пятерых. Спасибо. В гостях у программы «Такие дела» была заслуженная артистка России, депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель председателя Думского комитета по культуре Елена Дропека. В одном из интервью Елена Григорьевна заметила, быть умным, да еще и публичным – это очень редкая вещь. Хочется, чтобы страна процветала именно такими людьми. Вот такие дела. До свидания.